Дарья Ионова, 34 года. Дарья Ионова, врач в поликлинике. Замужем, детей нет. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Да, Дарья, здравствуйте. Денис, меня зовут. Я Дима. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам, что привело, какие подозрения? Вы знаете, мне кажется, что мой муж завел себе другую женщину. Какие-то улики появились у вас? Почему такие мысли? Да, я случайно послушала его разговор с другом. И другу он очень красочно описывал, как он занимался сексом с другой женщиной. А вы спросили у него, что это за история такая? Да, я сразу же спросила его. Он говорил, что ничего такого не было. Что он просто решил для красного словца приукрасить немного, поднять свое мужское достоинство. Но все равно я сомневаюсь. Ну, конечно, вас можно понять. Муж работает? Да, он работает в архиве, и поэтому он имеет возможность работать на удаленке. Он проживает на нашей даче в Подмосковье. Очень хороший дом. Там можно жить круглый год. Но я, к сожалению, не могу жить на даче, потому что я работаю в поликлинике, и я каждый день должна быть на работе. Я приезжаю туда только на выходные. Понятно. Значит, мы узнаем. Ну, все, будьте готовы к информации. Все, добро. До свидания. Походу, интересная делишка. Ну, как-то странно, что он хвастался другу какими-то своими достижениями. Ему же не 15 лет. Да, для взрослого мужика странное поведение. Много сомнительного. Давай, давай. Готовьтесь, будем работать. Вторая группа, мы готовы. Все в порядке. На следующий день наша оперативная группа заняла наблюдательную позицию в загородном поселке, рядом с домом, где в настоящее время проживает подозреваемый. Внимание, внимание. Вот, смотрите, выходит с велосипедом. Это наш объект. Вы видели. Павел Ионов, 39 лет. Сотрудник архива в банке. Женат, детей нет. Нам бы хорошо знать, где он будет все время находиться, чтобы на обвесе не запалиться. Решим. Летучая группа, следуйте за объектом, докладывайте о местоположении. Приятного. Группа обвеса, приступайте к работе. Спасибо большое. Начинаем. Пока сыщики ведут преследование подозреваемого, группа обвеса занимается монтажом системы видеонаблюдения в дачном доме. Также необходимо установить камеры на участке, чтобы можно было получать изображение со всей территории. Дим, прием. Да, Егор. Установили камеры в доме и на участке. Плюс одна камера, вот там задний выход и задняя калитка. Отлично. Все вижу. Камеры в резерве помечу. Все, давай, спасибо. В подобном уголке, где не так много машин и посторонних людей, нашей группе работать особенно непросто. Слежку приходится вести предельно осторожно, чтобы не вызвать ненужных вопросов у Павла и других местных жителей. Объект свернул во двор, туда проезда нет. Там машина перегородила все. Какой-то проход между участками. Что делаем? Проезжайте мимо. Павел вскоре появился в зоне нашего внимания. Где он был и что делал, нам, к сожалению, неизвестно. Так, он во дворе заходит в дом. Здесь все в порядке, здесь не потеряем точно. Да, картинка проходит. Звучок вы нам дайте. Приедем на третьем Канаде. Спасибо. А-ля. Звоночек. Да, соскучился. Ты когда будешь? С женой, что ли, говорит? Возможно. Привези пиво побольше. Сейчас ездил в магазин, а магазин закрыт. Вряд ли с женой. Да, может, друг. Все, давай, в четверг увидимся. Пока. Похоже, мы можем не переживать из-за потери подозреваемого во время слежки. Мужчина всего-навсего ездил в магазин за пивом. Интересно, по кому это он соскучился и с кем собирается увидеться в четверг. Продолжаем наблюдение. Вот уже четвертые сутки оперативники ведут слежку за Павлом. До сих пор ничего сомнительного в его поведении замечено не было. Сегодня четверг. По идее, подозреваемый должен был ждать кого-то в гости. Однако сейчас он куда-то уезжает на велосипеде. Летучая группа сопровождаете? Да, готова сопроводить. Увидели. Селся на велик, куда-то помчал. В магазин, что ли, опять? Девушка какая-то. Звук даю. О, привет. Как дела? Нормально, у тебя как? Ну, тебя увидит, так получше стало. Похожая какая-то. А я отгул взяла на работе. Здесь на даче живет девушка. Прийти, помочь. Флертует с ней. А что, своих дел нет? Для красивой девушки на еду время тоже. Ты куда-то ехал? Все, давай, езжай. Ну смотри, передумаешь, знаешь, где я. Его отправили, короче. Курки педали давай. Соседка по поселку вызвала у Павла прилив энтузиазма и красноречия. Но женщину комплименты не впечатлили. Она даже от помощи отказалась. Похоже, насчет нее мы можем не волноваться. После утренней велосипедной прогулки наш подозреваемый засел дома за работу. Все-таки он на удаленке, а не в отпуске. Внимание, у нас гости. Видите, камера на калитку. Да, да, увидели. К дому Павла идет неизвестный нам мужчина. Еще один местный житель или столичный гость. Мы обратили внимание, что ближе к выходным дачный поселок начинает оживать. Люди берут отгулы и спешат провести последние теплые деньки на свежем воздухе. Сосед! Это, походу, тот, кто пивка обещал привезти. Но сосед какой-то. О, здорово! Привет, пивасик. О, нифига себе! Здесь живет этот сосед, приехал. Да, да, мы зафиксировали. Это самое, Марину видел, она приехала. Я ей позвоню, позову. У нас пива теперь много, так что на всех. Давай, конечно, все окей, давай. Все отлично, договорились. Похоже, Марина – это та самая женщина, с которой утром пытался флиртовать наш подозреваемый. А сейчас он хочет зазвать соседку к себе в гости. Пока ничего криминального, мы ведем наблюдение за Павлом Ионовым по просьбе его жены Дарьи. Во второй половине дня к Павлу снова пришел сосед. Мужики вдвоем сели пить пиво и обсуждать последние деревенские новости. Ну что, а мне Маринка? Звонил? Да, звонил, короче. Она сам врет, врет никому, он не звонил. У меня сейчас куча девок. Маринка – это, видимо, звезда красавицы, да, в этом поселке? Это вот та соседка, которую он видел, которая отшила его. Только что наш подозреваемый соврал своему гостю. Нам прекрасно известно, что Павел никакой Марине не звонил. Однако это было далеко не самое интересное, что мы сегодня услышали. У меня, короче, смотри, как это было. Она оказалась такой зажигалкой. То есть она, и любительница пожестче такая. Возможно, у них что-то было. Значит, мы зря убрали кандидатуру Марины из числа подозреваемых. Возможно, женщина утром специально разговаривала с Павлом небрежно, опасаясь посторонних ушей. Ну, здесь поселок над тобой ржет. Все знают, какой ты балабок. А ну, он у тебя не стоит уже давно? Вот это вот больше похоже на правду. Ты что, обиделся, что ли? Может быть, да. Сейчас он пойдет доказывать. Я поссать! Дело ясное, что дело темное. То ли Павел действительно любитель прихвастнуть, то ли окружающие люди его недооценивают. Мы пока не будем делать никаких выводов и продолжим наблюдение. Удобство во дворе у него, да, видимо? Нет, у него в доме есть удобство, но во дворе тоже. Алло, Марин, привет. Ты дома? Ну, друг Марине. Марине звонит этой. Расскажу тебе, боже, жать-то лопнешь. Сейчас буду, давай. Все, давай. Давай. А может, у соседа с Мариной кто-то? Может быть, они по ходу собираются подшутить над нашим подозреваемым. Устал? Да. Сколько ног. Паш, слушай, что-то я устал. Пойдем домой, ладно. А что, иди соседа-то. Давай, возьму. Да? Нет, 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 необходимости. Сосед ушел. Видимо, к Марине рассказывать какие-то свои веселые байки. Павел остался один. Остаток дня прошел без каких-либо происшествий. Наступил пятый день наблюдения. Павел с самого раннего утра сидит за работой. А к его дому идет уже хорошо знакомая нам соседка Марина. Марина к нему в гости пришла, которая его так активно отшивала тогда на велосипеде. Да, да, да. Да, фиксируем все. Записываем. Кокетливые позы. Дерье. Дерье? Да. О, ребята, у нас тут начинается. Слушай. Сейчас все для отлода глаз, видимо, доделываюсь. Ты что, у тебя все в порядке? А у тебя все в порядке, а? Сой, чему? Что за трус? Такая манера отшелья. Сосед ей рассказал, она разбираться. Что? Он же звонил на меня. А он с тобой спит. Дмитрий уже был готов звонить Денису и сообщать про измену. Однако Павел действительно оказался болтуном и хвостуном. Марина была просто вне себя от гнева. Кому понравится, когда про него сочиняют такие грязные сплетни? То есть все-таки между ними еще нет? Алло. Да нет, нет. Звонок фиксирует. Да. У меня все готово. Жду. Приезжай. У нашего подозреваемого полно недостатков. Но похоже, что измена не входит в их число. Возможно, через пару дней расследование можно будет прекращать. Ну а пока посмотрим, кто еще хочет навестить Павла в деревне. Взрослые люди такие между ними интриги происходят. Пару часов спустя, пока подозреваемый все так же сидит за работой, оперативники фиксируют, что к участку Илоновых подъезжает незнакомый автомобиль. Эта женщина очень сильно отличается от местных жительниц своим внешним видом, а особенно выделяется обувь на высоких каблуках. Интересно будет узнать цель визита этой дамы. Вот ее именно он и ждал. Фиксируем отношения. Привет. Заметили, она вошла без стука. Нормально. Чай, кофе? Не, давай потом. Даже поделом. А, все, хорошо. Присаживайся. Какие-то дела у них, короче, все ясно. Сейчас я тебе все расскажу, все покажу. Все понятно. Это он же на удаленке сейчас работает. Банковская какая-то фифа. Очень. Смотри. Здесь, получается, по сути... Что, оставили тогда, да, пока? Продолжаем, наблюдаем. Похоже, перед нами какая-то коллега Павла из банка. Женщина отказалась от чая, сразу села за работу и вообще была не слишком любезна. Может быть, она недовольна тем, что пришлось ехать в такую даль. Ну, все, можешь отправлять. Да. Ребята, что там у нас происходит? Положитесь. А вроде она что, тут там подтвердила, говорит, отправляй, все нормально. Ну, работа, да. Женщина ушла в дамскую комнату, а Павел понес второй стул от рабочего стола обратно на кухню. Похоже, на сегодня с делами покончено. Мы видим, что этот визит не радует ни гостью, ни хозяина дома. Парни, она раздевается тут. Вот это сюрприз. Строгая гостья просто берет и раздевается в чужой ванной комнате. Нам казалось, что женщина мечтает поскорее убраться из деревни обратно в цивилизацию. Но у нее явно какие-то другие планы. Внимание, он синхронно тоже раздевается. Какой-то бред происходит. Зачем они этим занимаются? Как-то не очень это. Бурно все выглядит. Продолжаем наблюдение, не отвлекаемся. Все уже про... И опять по работе общаются. Прощание этой странной парочки было таким же сухим и безэмоциональным, каким был их недавний секс. Никто, глядя на этих двоих людей, не сказал бы, что они получили хоть какое-то удовольствие. Ждем Дениса. Поход будет сегодня операция. Принято, мы готовы. Денис и Дмитрий ждут приезда заявительницы в дачный поселок. Очень скоро им предстоит сообщить Дарье самую неприглядную правду о ее неверном супруге. Внимание, мы в минуте от вас. Увидели, да, Николай, привет. Операторы работают. То не возьми звук. Третий канал, не забывайте. Дарья, срочно вас вызвали, потому что есть о чем поговорить. Усняется, что у Павла есть связь на стороне. Если готовы смотреть видео, давайте посмотрим. Я знаю эту женщину. Да, кто это? Это его начальница, Валерия. Понятно тогда, да. Собственно говоря, все началось как раз с каких-то рабочих вопросов. Она сейчас там? Нет, она уехала. А он? А он там. Надо выяснить все и закрыть уже эту тему. Началась операция. На участок двигаемся. Принято. Он с великом выходит из дома. Я виновник торжества. Здравствуйте, Павел. Здесь ваша жена. Здравствуйте. И программа «Опасные связи». Мы занимаемся расследованиями случаев измен. Выявляем неверных супругов. Вот, пожалуйста, вашей жене все известно о вашей связи. Серьезно? Серьезно, да. Все очень серьезно. Валерия. Мне сейчас показали видео, где ты в моем доме какую-то постороннюю женщину. Нет, ну она тебе, может быть, не посторонняя. Я не буду при всех здесь разговаривать. То есть, если захочешь, мы поможем поговорить потом один на один. Я не хочу потом, я хочу сейчас. Сейчас я с тобой не буду говорить об этом. Нет, я, конечно, подозревала, что ты кобелиный еще тот. Но чтобы вот так вот, в наглую, просто кобель. Лучшие годы моей жизни на тебя были потрачены. И все это время ушло впустую. Давай мне ключи от дачи и уматывай к чертовой матери. Ключи! Не дам. В смысле не дам? Это не твой дом. Ключи и уматывай к чертовой матери. Я не хочу тебя видеть. Я вообще не хочу иметь с тобой больше никаких дел. Быстро! Ну или, может быть, есть что объяснить? Может, вы жене впросите, скажите? Я же сказал, я с ней могу поговорить только на интернете. Я не хочу с тобой разговаривать. Мы, если будем разговаривать, мы будем разговаривать в суде. Хорошо, ключи лежат на столе. Марш, Марш, я не хочу тебя видеть. Ты мне просто... Я терпела кобеля в своем доме. Матывай быстрее! Не могу мне глазами! Успокойся, говорите. Я не буду успокаиваться. Ну не успокойся. Черт! Все! Да, мы готовы. Проводить, если потребуется. Вали вместе с вами! Беликом, бони отсюда! Ну, походу, и увезти все-таки. Нет необходимости. Ждем, конечно, распоряжения. Стоило, Павел, вот эта интимная связь. Я не буду с вами разговаривать. Вы не мой психолог. То есть я не вижу смысла с вами об этом. Ну, я с вами сейчас не могу. Я не знаю, что я психолог. Идет Марина к вам. Спасибо, готово. Ну, сказать ему было нечего. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте, дождь. Здравствуйте, дождь. Привет. Что случилось? Уже выгнала. Как? Ну, что? Что, что, Кобель? Кобель? Мне, конечно, обидно 7 лет совместной жизни. Но это не говорит о том, что, блин, я там... Ну, это произошло. Что мне теперь? По вашему поведению просто не скажу, что вы о чем-то жалеете. Ну, я тебе, блин, по-человечески могу сказать. Привет, Олег. У меня это самый... У меня это самый друг. Представляешь, как он? Своей начальнице. Урод мой. Оказывается, камера наставила, заболела меня злобницей. Да, гулящий сосед у вас оказался. Нормально. Слушай, ну, как бы я к тебе сегодня с ночевкой. Дружище, выручай. Меня выгнали, теперь мне жить пока негде. Не такой гулящий. Ну, вроде, все спокойно. Все, прям по-человечески. Все, на видео здесь пишут. У меня это... Вот, все. Все, меня все трясет. Все, все, успокойся. Все нормально. Все будет хорошо. Оставить одну или вы поедете в город? Нет, в город не поеду. Я сейчас не в состоянии куда-либо ехать. Я объясни и побуду. Все в порядке. Хорошо, хорошо, спасибо. Попьем чай. Да, пойдем. Так, если что, звоните, ладно? Хорошо, хорошо, хорошо. На покупки-то не забудьте. Ой, подожди, подожди. Спасибо большое. Пожалуйста. Вы наблюдаете за домом там, на ролейку в дежурном режиме. Обязательно, конечно, все сделаем. Не волнуйтесь. Он сюда пришел? Да, к соседу. Переехал. Я понял. Ну, хотя бы ничего не отрицал. Хотя бы не пошел в агрессию. Ну, хотя бы по-мужски признал, да. Стоп. Дарья подала на развод. Она позволила Павлу остаться жить в деревенском доме, но берет с него арендную плату. Павел сменил работу. Он очень надеется помириться с женой. Но пока его попытки успехом не увенчались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова